друзья привет есть возможность прокатнуться на гранте лифтбэк автомат мне нужно проехать 100 километров по трассе так что прокатнемся посмотрим как работает автомат посмотрим как работает круиз-контроль ну и послушаем шум ключ идет вот такой выкидной обязательно ребята пристегивайтесь это обязательно ну что заводим накачиваем давление завелась давайте телефон сразу за коннектим так телефончик за коннектим через bluetooth все подключен отлично чтобы не отвлекаться на телефон будет подключен потом позволим посмотрим как эта вся система работает пристегнулись включаем кондиционер сегодня за бортом 31 градус у нас кондиционер включили все поехали ручник снимаем в драйв поворотку и поехали раз на асфальт выйдем сейчас едем на 2 автомат переключился на третью передачу все автомат переключился на четвертую передачу при 90 километров в час давайте с вами круиз есть такая кнопочка меню нажимаешь загорает пентаграмма вот идем соточку включил ногу убрал ноги у нас свободны и по круиз-контролю будем ехать с вами 100 километров в час что в подъем что с подъемом с подъема то есть когда автомобиль спускается с горочки он его притормаживает двигателем то есть постоянно будет держать одну и ту же скорость очень удобно но только на трассе где трасса не загружен но чтобы круиз-контроль перестала работать вот знак 70 смотрите нажимаю тормоз все активация круиз-контроля прекращает и будем катиться слой перед на той передачи которые вот нужно чтобы активировать круиз-контроль вот мы проехали набираю скорость педалью газа сейчас на соточки наберу на улице ветер вот смотрите соточку набрал вверх стрелочку все зеленая пентаграмма загорелась так и будем ехать давайте попробуем сотовую связь например на мегафон позвоним 0 500 по моему виталий добрый день видите здравствуйте что дальше ну мегафон как всегда у нас что-то пытается нам сказать но смысл такой что работает отключили а вот здесь будет ссылочка вверху где я сравнивал с калиной до этого которая была в 2013 года там мультимедиа стояла сенсорная но микрофон там работал намного хуже намного хуже здесь микрофон вот он стоит то есть голос не нужно увеличивать чтобы поговорить так что еще рассказать ну шум сами слышите в автомобиле двигатель 1.6 16 клапан 98 лошадиных сил в этом автомобиле подогрев лобового стекла татчик дождя татчик света в этом автомобиле ребята уже не идёт на водительском сиденье слева ручка лифт сиденья то есть вверх поднимаешь сиденье поднимается вниз нажимаешь сиденье отпускает то есть можно регулировать рулевое колесо только вверх вниз сюда он уже не регулируется полный пакет то есть управление зеркалами идёт боковыми стеклами передними задними идёт так что у нас ещё тут подогрев лобового стекла заднего стекла и зеркал впереди там небольшая пробочка нажимаю тормоз всё автомобиль включается в обычный режим то есть управляя только тормозом или газом в отличие от механической коробки передач переключать на пониженную повышенную здесь не нужно то есть включил драйв и до конца пути ты будешь катиться автоматически он вам будет сам переключать средний расход скажу что я уже проехал 100 километров на этом автомобиле сейчас просто еду обратно и решил записать это видео расход у нас получился 9 и 6 литров на 100 километров почему такой расход потому что то подъем то спуск и фура постоянно то есть в драйве таком были знаете постоянно коробка передач там очень постоянно переключалась вот если ехать спокойно я думаю что расход будет намного намного экономичнее здесь есть кнопка овердрайв вот она смысл ее при нажатии она скидывает скорость на пониженную вот смотрите сейчас еду на на четвертый скорость 80 км в час нажимаю все обороты увеличились на третью передачу он скинул то есть при нажатии акселератора при больших оборотах он быстрее начнет набирать скорость но это обычно при обгоне на четвертый идешь чувствуешь автомат не успевает переключаться кнопку нажал он скос скинул и обороты можно увеличивать так здесь радио вот так как мы по трассе едем ничего здесь ребята не ловит такие дела что еще здесь есть но про подогрева я вам сказал так подогрев передник сидений пассажирская подогрев водительского сидения здесь управление круиз-контролем вот также дворниками светом здесь присутствует у нас свет автоматически при открывании двери и установлен глонасс ни разу не звонил ни разу не проверял на этом козырьке установлено зеркало для пассажира здесь ничего как говорится нету ребята ну и все две подушки безопасности раз подушка безопасности два подушки безопасности здесь установлен типа бардачка ну не знаю там телефон положить вот там установлена резиновая прокладочка чтобы не гремела ну с одной стороны удобно положил закрыл аварийка вот здесь установлен бардачок больше ребята ничего установлено сзади парктроники это я уже сам устанавливал парктроники комплектация максимальная вот так вот по шуму сами послушайте не пищит ничего нигде не гремит никаких сверчков нету вот здесь вот смотрите установил дополнительно usb именно для зарядки мобильных телефонов 2.1 ампера выдает то есть чтобы заряжать мобильные телефоны где-то 600 рублей примерно дополнительно не сразу установили мобильные телефоны заряжают очень быстро больше ребята вам про этот автомобиль сказать то и нечего по разгону давайте сейчас нажмем оксиратор максимально в пол посмотрим как набирается поехали нажал максимально на третью перекинул 120 130 но впереди ехать не могу так как вот едут автомобили небольшая пробочка набирает скорость ребята классно двигатель 98 лошадиных сил 16 клапанный едет отлично то есть в совокупности этого движка и коробки автомата автомат отшатка вроде как японский проверенный до этого автомобиля у меня на колене тоже стоял точно такой же автомат зарекомендовал себя просто отлично 50 тысяч меняйте масло на нем никого не слушайте потому что в мануале автомобиля написано что масло залито в коробку автомат на весь срок службы автомобиля а вы знаете сколько срок службы автомобиля 120 тысяч как заявляет автоваз если я не прав поправьте меня пожалуйста поэтому в 50 тысяч обязательно заедьте даже не нужно менять фильтр там снимается фильтр чистится с магнитами там всю эту стружку если будете 50 тысяч менять просто масло это вам обойдется примерно я не знаю вместе с маслом на той я менял около восьми литров по-моему прогоняется около трех тысяч рублей на той так было калине которую я менял это гранта автомобиль 2020 года автомобиля еще нету месяца пробег на этом автомобиле 800 километров пока никаких проблем нету да вот эта штука когда парктроники устанавливали потому что на этом автомобиле парктроники завода не устанавливается вот тоже пройдите по ссылочке если интересно посмотрите сколько это все стоило то есть сколько стоило парктроник сигнализации вот это а-93 века вот антикор делал поставил подкрылки бесшумные отклеенные вот по трассе идет она очень хорошо держит трассу отлично на обгон но мы сейчас с вами попробуем просто здесь вот трасса пока загружена вот давайте сейчас вот впереди будет подъемчик и мы попробуем обогнать фуру давайте смотрите газ в пол набираем на обгон нет там впереди КАМАЗ рисковать не нужно никогда никогда не рискуйте если есть запас тогда можете обгонять если вы уверены в своем автомобиле вот сейчас иду на обгон пошел на обгон обгоняя фуру смотрите набираете подъем 110 120 130 подъем идем вот на третьей передаче газ пол все только сейчас переключился на четвертую 340 представляете автомат 340 переключился на четвертую передачу но зато давит отлично все стоп дальше мы гнать не будем но вы сами видели что в принципе обгоняет легко и набирает скорость то есть я как и говорил сочетание с этим движком все изумительно по трассе мы идем со включенным кондиционером обгоны фур и каких-либо других автомобилей все производилось со включенным кондиционером как сами видите двигатель вполне справляется со своей функцией подогрев стекла лобового вещь классная датчик света в России он не нужен на той колени у меня стоял датчик света ни разу не пользовался там кнопочку нажимаешь и когда заезжаешь там в подземку или куда-то автоматически включается свет датчик дождя да он нужен но здесь к сожалению в максимальной комплектации машина именно под меня заказана к сожалению нету но очень удобный датчик дождя одно положение включил вот вот подъехал подрезал встал между нами расстояния не было так не надо ребят поступать вроде считают что иномарка то все иномарки также ресурс двигателя есть определенный вот нужно рассчитывать на свои возможности так ну что я вам еще по этому автобюре не сказал в принципе такого то больше ничего нету по шумоизоляции вы сами слышите камеру прикрепил на присоску на стекло не знаю будет ли здесь не будет ли здесь без микрофона именно записываю на камеру чтобы все было слышно всю вибрацию вот люди моргают потому что стоят с камерой радарные камеры превышение на этот автомобиль еще радар я не приобрел что-то все никак потому что катается на нем супруга она у меня правила дорожных движений не нарушает не превышает ездить спокойно на таком автомобиле для женщины для вот своей супруги ездит она сдобая на дачу через город ей очень удобно то что на автомате даже в пробочке подъехал тормоз нажал стоишь ждешь не надо включать нейтрального не нужно переключаться повышенное понежное трогаться ловить ну и как про механическую коробку передач как я говорю очень удобно на автомате есть поэтому этот автомобиль опять же перейдите по ссылочке посмотрите почему этот автомобиль мы заказали цена автомобиля шестьсот девяносто девяносто одна тысяча рублей на июнь нет на июль 2020 года автомобиль ждал два месяца какой извините обманываю две недели не два месяца две недели ждал автомобиль вот он пришел именно в той комплектации именно в том цвете который нам и нужен был автомобиль вот сейчас мы обгоню камаз место будет и на этом в принципе про автомобиль больше рассказывать ребята нечего спасибо что вы со мной смотрите показываю вам определенные обзоры автомобилей именно те которые у меня есть выбирать вам между иномарками и я считаю что переплачивать ну это лишние переплаты и не нужно переплачивать на более дорогие автомобили этот автомобиль и в обслуживании намного проще намного дешевле чем какие-либо иномарки иномарки так же ломаются но комплектующий иномарок ребята намного намного дороже да по трассе еду по трассе Самара-Оренбург двухполосное движение фуры обогнать очень сложно газ в пол обгоняем все легко все ребята вам спасибо за просмотр если вам понравилось поставь лайк не понравилось поставь дизлайк напиши обязательно комментарий что бы ты хотел что бы вы хотели какие автомобили чтобы сравнить с этим автомобилем в ближайшее время будет видео со шкодой с новым автомобилем сравним шкода примерно миллион триста стоит этот если округлить семьсот тысяч сравним комфорт езда комплектация вот так что всем пока вам спасибо с половиной двенадцатого вид из салона в ночное ребята время плафон очень яркий салона освещают который хочу показать вам смотрите габариты включил габариты показать как ближний свет освещает включаю ближний свет габариты то есть не габариты а противотуманные фары передние и дальний свет дальний свет конечно хороший так что вот вам как говорится обзор в ночное время автомобиля все всем удачи всем пока ребята салона